доброе утро семья доброе утро сыновья бога итак сегодня мы пойдем с вами я скажу в одну из самых важнейших тем тех кто был на энкаунтере вы абсолютно понимаете что сейчас будет происходить для тех кто не был на энкаунтере хочу ваше абсолютное внимание вот эта тема это именно то над чем потрудился дьявол на протяжении тысяч лет чтобы именно ее не просто ты не услышал а именно услышал неправильно христианство наших дней вы заметили почему христианство наших дней не имеет сил вы когда-нибудь задавали вопрос почему сатанисты имеют власть до психологи власть больше имеют чем пастора кто-то понимает о чем меня это начало напрягать люди и пастора сейчас пели переквалифицируются в психологов вы что сошли с ума что ли ну наверное что психолог я не хочу сейчас никому смешить это очень серьезная тема но она сама выскакивает простить и получается что нам с вами нужно от самого начала понять что дьявол сделал все возможное чтобы церковь была именно в том варианте в котором мы ее видим не имеющая силы не то есть эта группа поддержки немощных людей вместо того что церковь была рождена иисусом христом как абсолютный ураган славы бога что-то изменилось что-то было украдено и от того как ученики иисуса были на земле и между нами 2000 лет назад что-то произошло между тем временем и этим и церковь стала совершенно другой она называется также у нее больше она также верит в христа у нее также есть крест но тот ли крест семья сегодня мы поговорим о кресте как дьявол украл вообще даже откровение креста тема так и называется дорогие откровение сила креста мне нужно предельно ваше внимание потому что именно сейчас будет решаться ваша судьба в том где ты был и что бог приготовил для тебя сзади вас сидят такие же ребята как вы точно также сидевшие за этими столами много лет назад это ребят вот это не какие-то рукоположенные декана это практическое христианство как бог из наркоманов алкоголиком я тебе если вы если они вам расскажут свои судьбы вы будете в шоке от чего бог их вырвал трансформировал и изменил это такие же самые люди какие-то особенные какие-то рукоположенные протяжении семинары воспитанные где-то знаете среди какой-то элиты это обыкновенные ребята с улицы как я которых бог коснулся и которые не хотят видеть христианство в том состоянии в котором она находится но кому-то этот месседж не нравится угадайте кому знаете кому дьяволу и религии потому что это ну как это его girlfriend кстати религия ребята это не это не люди религия это создание сатаны сразу скажу что что такое религия религия это как сатана сатана знает что церковь побороть нельзя это значит он свой вариант церкви предлагает это понимает о чем я говорю вариант духа этого мира церковь которая называется религиозная структура в ней все истины библия песни проповеди но она лишена одной вещи силы у него абсолютно нет никакой никакой сил они тебя от насморка не могут отмолить но отлучить могут без проблем семья я когда пришел к богу у меня был один вопрос я человек с улицы я был воспитан в очень уникальных вещах кто слышал мою историю тут слышал и у меня был я я человек который не могу брать что-то и работать с этим если она не работает в моем доме или все работает или она в следующий день будет на свалке я не могу иметь в доме вещь которая не работает или неправильно я или сразу ее чиню или если я не могу я ее вышвыриваю и у меня примерно просто такой характер и когда я попал церковь когда родился свыше когда я дал мою жизнь богу я получил духовное крещение с говорением на иных языках я получил водное крещение посвятил свою жизнь иисусу добра совести служить ему до конца я делал все я ездил на молитвы ездил на молитвы туда где никто не ездил там три бабушки и и я там был 18 летний пацан вместе с бабушками молиться чтобы иисус нас коснулся и по протяжении определенного времени сказал бог это не работает почему она не работает и здесь начался мой путь индивидуальный путь чтобы узнать почему это не работает почему церковь вот такая почему она не другая почему почему вот например нас ненавидит религия я например самая запрещенная личность везде среди религиозных структур меня боятся все это страх какой-то ужас обыкновенный человек который говорит об иисусе христе они страшно боятся отлучают людей потому что они слушают наши учения или там побывали здесь вообще не дай бог только по одной причине потому что религия знает что здесь происходит дьявол знает что здесь происходит здесь развеется вся иллюзия и здесь предлагается тебе реальный вариант встречи с живым богом но все будет зависеть от тебя хочешь ли ты встречи с живым богом или ты хочешь продолжать играть в игру под названием христианства хочешь ли культивировать вот это все что религия предлагает вот это когда вот это все все весь этот бред я хочу живого бога семья я хочу живого бога мне абсолютно все равно мне не важно здание которое бог нам да мне не важно ничего не важно одно если сила там где я если сила у тех кто вокруг меня если слава бога в нашей церкви если это называется церковью христа это единственная моя цель в жизни это не построить глобальную организацию это не заиметь какое-то современное популярное имя это иметь силу духа святого моей жизни я никогда не дам дьяволу меня лишить этого это фокус моей жизни это хребет моего служения это все на чем основана моя судьба это сила моего иисуса христа в моей жизни когда мы отсоединились когда мы сейчас помолились этой молитвой это хорошая молитва мы отсоединяемся но после этого должен начать должен прийти шаг присоединение семья от чего-то я вышел но ты не можешь зависнуть в пустыне тебя ждет обитованная земля почему церковь не имеет силы почему все хождение христиан это по кругу мы каемся грешим мы грешим каемся иисус да он прощает он добрый поймите о чем я говорю он прощает и я сто процентов если ты принял иисуса христа ты спасен вы знаете дьяволу очень как вам сказать ему выгодно держать церковь которая прощена и спасена но бездейственно и парализована можете представить то есть ему он совсем не против что ты читаешь библию веришь в крест спасен кровью христа просто читаешь просто но он он делает все возможное чтобы ты не мог это никому больше передать то есть ты должен быть святым вирусом твое имя должно напрягать всех когда слышать его не потому что ты там разбойник какой-то потому что они знают что с твоим именем связано что-то что-то сверхъестественное и если тебя услышат тебя отслышать назад не смогут вот в чем проблема ты меня то услышишь а отслышать не сможешь назад это уже будет на тебе мне было интересно что произошло я лично начал копать я днем и ночью я орал богу объясни мне потому что я деконов замучил они от меня уже прятались вот начинаете заканчивается служение я уже с библии иду и они все такие мне пора мне эти в рассыпную эти дьякона все из дверей потому что каждого я замучил вот тут написано а где это ну ты понимаешь брат люблю я это выражение ты понимаешь брат нужно молиться я молюсь я молюсь больше чем я молился когда-либо в своей жизни никто мне не могут ответить я понял одно что ответ не у них ответ у него я должен копать некоторые знают короткую мою историю очень быстро приезжал в америку я брал машины чинил и продавал так как не люблю брать я не хотел брать битые машины потому что при всякой продаже я должен был врать людям что она была бита ли не так бита если я всю правду скажу или фотку покажу ешь никто не купит и обычно знаете как как наши ребята славяне машины делать они с двух биты делают одну не битую и потом когда спрашивают была ли это битая машина они честно говорят вот эта часть машины никогда не было бита и вот это тоже то что было бита уже отрезано его нет поэтому честно вот вся вот вот вся машина которую видите она бита не было но моя совесть мне не давала так же я не знаю я тогда еще я не знаю мне что-то грызла совесть я продал машину я думаю господи а вдруг что произойдет вдруг а вдруг а это я говорю не могу я не хочу и потом мне посоветовали покупай машины с механическими электрическими неполадками они точно не биты просто надо там сделать то что там трансмиссию поменять еще и начал такие машины покупать и одну машину тогда еще была газета little nickel такая желтая газета если кто знает тогда еще интернета не было это были глубокие 90 и я каждое утро покупал эту газету в магазине я смотрел что продается продавалась машина toyota supra очень такая напичканная то есть сейчас она вообще сумасшедшие деньги стоят я думаю какого я ее продал я купил и короче стоит объявление насчет toyota supra такая там про качаная такой думаю хорошая модель за копейки я думал это брехня я думал она не спалена или что звоню а оказывается эта машина был досталась этой женщине через развод и когда суде отделил имущество машина досталась ей но это была мужа машина она ненавидела не мужа не машину и она говорит заберите это говорит дрянь с моего огорода говорит как можно быстрее мне плевать она ведь я хочу ему плюнуть в лицо и чтобы эту машину купили просто за копейки она продавала и вообще за ничто я думал что это шутка я приезжаю да действительно стоит машина не битая раз она не заводится она горит я не знаю что с ней он что-то с ней сделал что она не заводится мы лазили 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 не могу ли мы завести все все работает включается радио работает вентилятор дует все же работает фары включаются но она не заводится ладно заплатил деньги за 1 трейлер загнал и у меня тогда был друг механик я загнули ему в шап не успеваю я приезжать домой по дороге он звонит мне андрей говорит забирай говорит ерунда вообще шутка он говорит какую-то массу со стартера. Тот, кто механик, тот знает, где-то есть какая-то масса, которую не видно, но где-то он ее отсоединил, он знал, что отсоединять, и говорит, машина будет это, но не будет заводиться. Он говорит, я просто затянул этот провод, и у меня появилась новейшая машина практически, ни за что. Я тогда еще на ней хорошие деньги сделал, но не в этом дело. И Бог меня научил на этом случае. Он говорит, смотри, что делает дьявол. Он дает тебе машину, он дает тебе все, в ней даже хор поет. В ней все работает, но у нее единственная функция, для чего машина вообще существует. Она существует для того, чтобы тебя переносить с пункта А в пункт Б. И Бог мне говорит, все, что дьявол сделал, это отключил один проводок. Одну истину. Не надо красть крест, не надо красть Христа, не надо красть Библию, не надо ничего красть. Нужно украсть одну часть информации. И эта часть информации будет держать все христианство в абсолютном поражении, и они будут парализованы, бездейственны, бессильны. Я говорю, Господь, что это? Он говорит, он заменил посвящение на покаяние. Слушайте меня, сердце мать. Я хочу, чтобы вы сейчас узнали. Вы заметили, что все в церкви каются. Мы все каемся. Но вы знаете, что вы до конца вашей жизни можете каяться, но никогда не принадлежать Богу вообще. Тебя мент остановишь, ты покаешься, ты потом опять превышать будешь. Ты коту своему под задницу созладашь, ты покаешься, ты купишь ему вкусную еду, но ты все равно потом будешь злиться на него. То есть, другими словами, покаяние это не освобождение, покаяние это не принадлежность. Семья. Бог хочет вернуть твою принадлежность. Ты понимаешь, какая речь, что это такое? О, сейчас я вам разверну некоторые вещи. И когда мне Бог сказал, сын, он говорит, дьявол, все, что сатана сделал, он украл. Самый важный кусок информации. И теперь всю жизнь мы каемся, но не принадлежим. Он прощает тебя, но ничего в твоей жизни легально сделать не может. Ты когда-нибудь ехал по дороге, видел заброшенный дом, у тебя было желание остановиться, покосить траву, сделать ремонт и перекрасить дом, и перекрыть крышу. Ты скажешь, ты что, с ума сошел? Я говорю, а почему ты с ума сошел? Потому что пока дом не твой, ты над ним работать не будешь. А вот тут я хочу, чтобы это семечко сейчас упало в твой мозг. И мы потом спрашиваем у Бога, почему в моей жизни нет твоей силы? А он скажет, а почему ты до сих пор не мой? О, если бы слышали. Иисус никогда не проповедовал покаяние, и пусть это сейчас взорвет твои мозги. Никогда! Нигде! Он не проповедовал покаяние. Умные напряглись сейчас. Почему все проповедуют покаяние? Иисус всю жизнь проповедовал царство, восстановление сыновства и возвращение детей в царство. Почему церковь не проповедует ни царство, ни возвращение, ни сыновства? Неинтересно ли, а? Заменено! Самые главные вещи дьявол заменил. Ты якобы тут, но ты никогда не там. Фотосоцентно их. Ты всегда по эту сторону креста, но никогда не по ту. Ты всегда около, но никогда не его. Он всегда тебя прощает из-за милости, но ничего реальности в твоей жизни сделать не может. Потому что пока он не приобрел эту территорию, а как он приобретает эту территорию, ты должен своими устами сказать ему с этого дня в хорошем состоянии и в плохом, в ужасном и в прекрасном моя территория принадлежит только тебе, Иисус. С этого дня я абсолютно твоя принадлежность. Слышишь меня? И плевать, если у тебя будут ошибки, у тебя, скорее всего, их будет еще очень много. Но проблема не в ошибках, что религия сделала. О, покаялся, теперь не греши. Ты что, идиот? Ты будешь грешить. Ты будешь падать. Потому что от силы в силу это процесс. От славы в славу это процесс. И я не могу вне его измениться. Это значит, я должен быть покрыт кровью, чтобы покрытым кровью войти в славу и смотря на славу, я преображаюсь в тот же образ. Ты слышишь процесс? Боже мой. Религия выкрала у тебя процесс трансформации. Это значит, я очищусь, чищусь. Ты сошел с ума. И потом я как бы чисто и иду к нему. Иисус говорит, ты понял урок? Ты вообще экзамен сдашь? Нет. Ты сначала мой со всеми своими обкакался, обрысрыгнул. Тебе плохо. Сначала я забочусь о том, чтобы ты был мой. А потом, так как в бою, я имею полное право обладать тобой. Это значит, что теперь ты мой сын. Это значит, что я имею право на тебя. Это значит, что теперь кто подойдет к тебе, он должен иметь разговор со мной. к тебе. Знаете, кто сейчас может позвонить мне, и я все брошу? Я брошу вас. Я брошу вас, и я при этом. Знаете, кто? Только мой сын. Ни сосед, ни друг, ни брат, ни сват. Единственный человек, на которого я откликнусь, брошу все. Если он скажет, отец, я ничего не... Ты должен быть здесь. Я бросаю все это. Знаете почему? Не потому, что он лучше или хуже соседа. Он может даже хуже соседа. Потому что он мой. Семья, вы должны понять, что в царстве Бога это все не насчет твоей чистоты и святости, придуманной религией. Это все насчет твоей принадлежности Иисусу Христу. Бог мой. И как только Иисус поправил мои мозги на место, я в своей комнате, в маленьком бедруме, еще тогда, в 90-е, я сказал Иисус, я прямо сейчас посвящаю тебе мою жизнь. Семья, я не каялся. Вы знаете, что когда каются, это абсолютно не говорит о посвящении, но когда ты посвящаешься, ты автоматически и каешься. Кто-то слышит меня? Каяться можно и не посвящаться, но посвящаться невозможно не покаяться. Я отдаю все тебе. С этого дня я твой, до конца моей жизни я твой. Я хочу видеть твою славу, и я не даю Богу даже опции. Я хочу видеть только твою славу и мне все остальное. И вы знаете, что он говорит? Люди говорят, ты в каком-то другом мире живешь. Я говорю, спасибо за комплименты. Да, мы живем в другом мире. Мы живем в мире, славы Бога. Вот кто-то приезжает, говорит, я чудес не вижу. Я говорю, вы сошли с ума. Я говорю, мы с ребятами только чудеса и видим. Каждый день, каждую неделю, каждый энкаунтур. Мы только чудеса видим. Мы живем на территории, на которой хозяин Иисус, и мы его команда и сыновья. Я ошибаюсь? Да, конечно, я ошибаюсь. Но что меня отличает от того, который не ошибается? Он не его, а я его. И теперь, что бы мой сын не сделал, он мне звонит. Я ему не... Знаете, вот эта религия, где пролетела. Представляете, мой сын сейчас звонит. Отец, я в смертельной ситуации, помоги мне. Представляете, я задаю вопрос, а ты сегодня грешил? Вы ржете? Я вам сейчас описал дух религии, как религия действует. Ты к нему приходишь, а тебе, а тебе епископ задает вопрос, а ты исповедался? Чего? Я принадлежу моему отцу. Я с потрохами весь его. Я исповедался? Я ошибаюсь? Бог мой, конечно, ошибаюсь. Я ошибаюсь каждым годом меньше и меньше, заметьте, потому что я преображаюсь от силы в силу. Но моя цель это быть принадлежностью Христа. И принадлежность Христа и приближение, покрытым кровью, приближение к Его славе очищает меня, и очищает меня, и очищает меня до того, когда мы становимся одним. Я сора спят с Иисусом Христом. Я хочу, чтобы вы поняли это. Выбросьте из головы покаяние на всю жизнь. Дьявол выкрал принадлежность и посвящение, потому что он знает, что только так Царство Бога может распространяться и быть святым вирусом. Только так может что-то происходить. В другом моменте ничего не произойдет. Мы всего лишь будем с людьми, которые просто страдают, кричат, мучаются до Господа и потом умирают и снимают с себя это бремя и идут ко Христу. Христос говорит, а зачем? Вы знаете, церковь давно-давно уже была вознесена, если бы сделала, если бы исполнила свою функцию. Иисус не заберет эту калеку на коляске. Серьезно? В свадебном платье. Ну, она же невеста, да как катится, Господи, забирай там. Забирай, Господи, уже. Сатана уже эту ногу откусил, за эту уже схватился. Забирай, Господи, родные. Написано, он придет за подобной себе. Семья, когда Иисус ушел, он ушел в статусе победителя. Хочешь знать, когда Иисус заберет невесту, когда церковь войдет в статус победителя. И Иисус увидит свою невесту, которая раздавила голову змею. Семья. Когда ты его, царство Сатана на тобой больше не имеет власти, потому что над тобой не имеет власти ничего, чему ты не принадлежишь. Иисус сказал, вот идет князь мира и во мне не имеет ничего. Это значит, он полностью отсоединен. Иисус хочет предложить тебе то же самое. Он не хочет помогать тебе в этом мире. Он хочет вырвать тебя, поставить рядом и сказать, ты имеешь полную власть над вот этим всем. Что же произошло действительно на кресте? Да, произошло искупление, спасение. Семья, но самое главное, это произошло восстановление принадлежности. Кто-то понимает силу того, что я сейчас говорю? Здесь произошло не только искупление, искупление 100%, спасение, да, но здесь, во-первых, произошло восстановление принадлежности. Теперь я Христов. Это значит, что любому бесу, как я вчера, говорил, когда ты знаешь, кто ты и чей ты, теперь нужно не со мной разговаривать. Вы помните, что Иов жил в такой славе, что дьявол не мог его коснуться, ему нужно было через Бога идти. Это значит, что к тебе ничего. Иов была настолько такая принадлежность, что сатана ничего не мог сделать, ничего, ноль. Так это Ветхий Завет, это без крови, без креста, это Ветхий Завет. Можете представить, что мы сейчас обладаем? Дух Святой, Дух Святой, Дух Бога, живет, кто и тебе. Что? Но одна проблема, позволишь ли ты ему трансформировать тебя в образ Христа? У нас достаточно воли, чтобы Дух Святой был маленький, такой, знаете, зародыш там, еле дышал. Я ему разрешаю только обличать меня, ну и исцелять меня. Но я не разрешаю ему преображать меня. Слишком много. Это отдельная тема. Нам не нужно очередное покаяние в семье. Когда мы сейчас с вами будем молиться, я прошу вас, из всего своей глубины сердца посвятите свою жизнь Богу. Заключите этот завет. Скажите ему с этого дня и до конца моей жизни я твоя территория. И просто скажите ему, что ты хочешь, то и делай. А потом не плачь, когда он захочет, что он хочет делать. Потому что я тоже помолился, потом думаю, Господи, что происходит? Он говорит, я что хочу, то и делай. Я говорю, а не так. Он говорит, а я тебя уже не спрашиваю. Дом не будет спрашивать у того, кто ее купил, ты меня не той краской покрасил. То есть у дома, все, что дом может сделать, вот этот дом, это отдать свою дарственную или свою принадлежность, бумажки, документы, тайтл. Отдать вот эту дарственную. Там подписано и все. А теперь уже хозяин дома начинает перестраивать стены, изменять все. Ну да, я кричал, сковчал, конечно, ты что, как же. Бог говорит, ты хочешь, чтобы я над тобой работал? Я говорю, да. Он говорит, тогда молчи. Покаяние заменили вместо посвящения. Пока ты не посвящен семья, пока ты не принадлежишь, ты всегда будешь проигравшим. Поймите, где дьявол выигрывает. Потому что ты не можешь играть в игру, которую создал дух этого мира и выиграть эту игру, потому что он хозяин всех правил игры. Это как в казино ты не можешь выиграть. Ты выиграешь и там все эти деньги и просадишь. Потому что хозяин этих казино-машин Люцифер Сатана. Вау. И так не будет работать сила Бога на территории другого государства. Это не потому, что Бог не может, а он не будет работать на территории чужой. И поэтому, но у территории, у меня и у тебя, есть абсолютно свободная воля отдать свою жизнь своему спасителю. И теперь семья, вы даже не представляете, теперь все, что со мной происходит, все, это абсолютная воля Бога. Конечно, если мы не тупим, нам тоже нужно иметь мудрость. Просто будь аккуратен, будь мудр. Но теперь все, что я делал, что со мной происходит, я абсолютно доверяю Богу. Я знаю, что все содействует ко благу тем, кто призван по его воле. что происходит, что происходит, когда ты посвящен? О, происходит очень, очень уникальная вещь. Послушайте сейчас очень внимательно. Как только я посвятил мою жизнь Богу, я сразу почувствовал реальную разницу в моем мышлении. Я сразу почувствовал, что что-то дьявол теперь не может делать, что он хочет. Я такой думаю, вау, интересно. И потом мы были мы были со Светланой мы были со Светланой на Багамо. По-моему, на Багамо были. Мы отдыхали. И я проезжал мимо американского посольства на Багамах. Самое интересное, что ты едешь по Багам, там вот домики, там эти 3, 10. И получается, и ты заезжаешь, проезжаешь мимо этого района, где американское посольство. Меня аж передернуло. Знаете ли вы? Что если посольство находится на территории, американское посольство на территории Багам, извиняюсь, это значит, что даже официальные власти Багам не могут пройти на территорию посольства американского без определенного разрешения. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это. И я у Бога спрашиваю. И Бог мне преподает урок. Он говорит, я говорю, отец, что происходит после рождения свыше? Он говорит, вы на территории князя этого мира становитесь посольством царства, в которое князь доступа больше не имеет. Поймите, что Бог делает. Как Он нас распространяет? Он из каждого из нас делает посольство. Это значит, что теперь, да, я живу на этой земле. Иисус говорит, вы в этом мире, но вы не от этого мира. Вы совершенно другое государство. Это значит, что, и что я делаю? Я расширяю посольство. Ты понимаешь? Вот чего дьявол боится. Я точно так помогаю другим стать еще одним посольством. Еще одним. И мы не выживаем. Мы начинаем доминировать. И на этой территории теперь легально хозяин Иисус Христос. В то время, когда непосвященный, воздайте Ему славу. Я хочу, чтобы семья, вы поняли смысл того, что я говорю. Я учитель. И это моя цель довести сложные вещи в простоте, чтобы ее все поняли. Что это? Это распространение Христов на этой земле. Кто-то слышит меня? Распространение не Иисусов, повторю, Христов, помазанных. Царство помазанного распространяется через рождение свыше. И не просто покаяние. Ты покаялся, Он тебя простил, но ты не посольство. Кто-то видит разницу? Посольство может быть только в том случае, если я абсолютно Его. Вот почему Бог очень хочет, чтобы все Его дети были посвящены. Потому что теперь небо легально может ходить по земле. Небо не может ходить через непосвященных. Оно не способно, потому что Бог уважает права даже того же Люцифера, который заимел права на эту землю. Бог не будет сдвигать его. И когда он пришел сюда, он не сдвинул сатану. Он просто построил свое посольство. И он говорит, теперь кто хочет, придите ко мне, войдите в мой мир. Все думали, что Иисус сейчас тут переворот сделает, он там что-то захватит, трон ему поставим. Иисус говорит, вообще ничего не поняли. Я не от этого мира, я вообще не та личность. Я струю мое. Зачем мне воевать с кем-то? Как вам сказать? Зачем захватывать что-то, если у меня есть мое? Я просто приношу мое. И он принес нам его. Я хочу, чтобы вы ухватили эту мысль. И как только мне Иисус это объяснил еще там, в начале 90-х, когда я валялся в соплях и кричал Иисусу, что мне делать? Он говорит, подсвяти мне свою территорию, и ты станешь моим посольством. Ты станешь точкой моего огня. Ты станешь легальным местом, через которое я могу приходить и действовать. И как я вчера и говорил, как только ты получаешь свое имя, как только ты через рождение свыше, через кровь, крест, посвящение получаешь свое имя, теперь Бог охраняет не тебя, а семья. Пойду, послушайте сюда. Теперь Бог охраняет свое посольство на территории врага. И я, когда ехал около посольства, я был шокирован, насколько оно под охраной. Военные, вот эти хамеры стоят огромные. Я заметил, на крыше вертолет стоит, на случай эвакуации. Я смотрю, вообще, вот это здание вообще не подходит к этим богам, никак. Оно, архитектура другая, люди другие, все, язык, все абсолютно другое, одежда, форма, поведение, все другое, потому что это абсолютно другое посольство на территории этой страны. И Бог говорит, вот это моя мечта, мы говорим, Бог, приди. Он говорит, я приду через тебя. Почему он может только через нас ходить? Потому что нам земля отдана, и мы физически ходим физическими ногами по физической земле. И чтобы Богу ходить ногами, он должен через наши ноги физически ходить по этой земле. И он хочет, чтобы каждый из нас стал этим посольством, чтобы через него Христос начал двигаться. Но что делают люди, которые посвящают свою жизнь Богу или отдают свою жизнь Богу? Они получают власть, и они уже не строят царство Бога, они начинают строить царство свое. Вы заметили, какой звездопад начался в последнее время христианский? Только и слышишь. Шмяк, шмяк, ляп, шмяк, шмяк, ляп. Епископ, апостол, апостол, епископ. Служитель, служитель, шмяк, ляп. Почему? Потому что Бог не даст своей славы никому. Вот почему мы не строим никакого царства. Вот почему не распространяемся, как туфелька инфузорий. Дорогие мои, мы распространяем царство. Мы распространяем силу. Мы распространяем его мечту на этой земле. Не мою, не моя воля будет, но твоя, Иисус. Вот где дело, он не может до тебя подобраться. Сатана, он будет сходить с ума. Он будет около этих ворот посольства, там пальцы тебе тыкать, материть тебя будет, кричать. Но он никогда не может ничего тебе сделать. Ты будешь спокойно стоять за оградствами. Ну что, Сатана, хочешь поговорить? Давай сюда, на эту территорию. Дорогие мои, он с тобой никогда не будет воевать по твоим правилам. Он с тобой будет воевать только по своим правилам. Сейчас мы об этом поговорим тоже. Бога не волнует твои ошибки и поступки, поймите. Да, ему не нравится, когда ты ошибаешься. Конечно, ему это не нравится. Но его больше волнует твоя принадлежность, чем твоя ошибочность. Потому что, опять же я говорю, мой сын, он может делать точно такие ошибки или хуже, чем все остальные, но он мой, и я буду охранять его, защищать его. И я не буду звонить и проверять, а ты сегодня свято жил, а не свято, тогда сам разбирайся со своей жизнью. Такого быть не может. Мое отношение с ним основано вот где дьявол пытается вот что украсть. Наше отношение с Богом основано не на чистоте, а основано на принадлежности. Ты это слышишь меня? И поэтому, когда, даже если ты ошибаешься, твой паспорт должен быть принадлежность, а у религии паспорт безошибочность. Кто-то заметил, о чем я говорю сейчас? У религии они ходят, господи, сегодня не согрешил, завтра в два раза больше согрешишь. Знаете, как обычно, терпит, терпит, рвет на куски, везде разлетает. Не пил, не пил, потом так выпил, что жена говорит, месяц откачать не могу, брата, во Христе. Он терпел, он терпел. Ко мне, когда люди подошли, сказали, брат, вот как ты столько лет держишься? Я говорю, я не держусь вообще. Я говорю, те, кто держатся, сорвутся. Кто-то понимает, да? Как ты держишься? Я говорю, уберите это из лексикона, я не держусь вообще, ни за что, ни за кого. Говорит, потому что тот, кто держится, всегда не удержится. Это жизнь. Я говорю, я принадлежу ему, я трансформируюсь. Как я трансформируюсь? Когда я ошибаюсь, я бегу в славу. Когда я больше ошибаюсь, я бегу в двойную славу. Кто-то понимает? Бог говорит, чем больше у тебя ошибок, тем больше беги в Его славу, не от Него, не укрывайся от Него, беги к Нему, к Нему, к Нему. И ты увидишь, как твоя трансформация будет продолжаться, и ты будешь преображаться, и ты будешь наслаждаться процессом, что Бог делает в твоем сердце. Еще один момент расскажу, и мы с вами будем молиться. Мою историю расскажу, кто-то ее, может, слышал, когда мне Бог рассказывал. Это тот же период, где Бог меня учил о двух мирах, о доминации. Знаете ли вы, что тот, кто Богом, тот, кто отдан Богу, он находится на своей территории. А когда ты находишься на своей территории, ты доминируешь территорией, на которой ты находишься. Мы с сыном, когда еще не было церкви, он еще маленький был, мы любили ездить на рыбалку. А так как Света мне сказала, говорит, то что поймаешь, то сам будешь чистить и сам будешь готовить. Я стал спортивным рыбаком. Я раньше американцев не понимал. Я думаю, ну почему? Вот они, вот я с ними стою, знаете, на причале ловлю. Они ловят, посмотрели, сфотали, выкинул. Я думаю, что за идиоты, боже мой. Мы бы на нашей Украине сожрали усех. Усех. И даже вот таких маленьких бычков, меньше ладошки. Все, съедим. А здесь получается, что они выкидывают огромную рыбу. И потом я понял, меня моя жена сказала, ну как, ты чистишь, да, ты ловишь, да. Он говорит, а зачем оно мне надо? Я рыбу не хочу. Он говорит, ты хочешь рыбу? Я говорю, да. Он говорит, ну и готовь. Разговор был очень короткий. Я говорю, хорошо. Я стал спортивным рыбаком. И мы тогда с сыном, у меня была лодка еще тогда. Какие были времена интересные? Сейчас у меня лодка, вот она называется. Называется, вот она. Вот, ковчег, ковчег. Ковчег, елки-палки, вот он. Мы плаваем сейчас на другой лодке, имен? И ловим совсем другую рыбу, аллилуйя. Да, ну, была лодка у меня. И мы с сыном любили, любили ездить, ловить рыбу. Маленькую мы не любили. Мы любили ловить под мостом. Кто знает, там на Гиг Харбор мост есть у нас в такоме. Я тогда еще там жил. И под мостом ловились очень-очень такие, хороший размер акул. Ну как, я один раз вытащил одну большую, я сказал бы, господи, упаси, перекрестился и обрезал трос. Знаешь, ты тянешь, 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 и потом из пучины морской такое лицо появляется. Я думаю, господи, я даже фотографию с этим не хочу делать. Мне стало страшно, я обрезал трос. Ты рыбу, ты акулу на леску не ловишь, если кто знает. Ты в конце вешаешь трос, потому что они перегрызаются. И получается что? Мы закидываем под мост, вылавливаем, вытаскиваем, вытаскиваем, фотоемся. И потом одну я вытащил. Такая, знаете, среднего размера, примерно метр. Вот такой метр где-то, метр акула, небольшая, немаленькая, такая, знаете. Там были намного больше. И мы вытаскиваем ее, и она такая, там, знаете. И сын говорит, папа, я хочу с ней сфотаться. Я такой, хорошо. И он там ее поднял, там на нее ногу поставил, там, е-е-е. И потом мне Бог начинает говорить. Знаешь, почему ты не боишься акулу? Потому что сейчас она на твоей территории и в твоем мире. И Бог мне говорит, а вот сейчас, говорит, если ты хочешь проверить, что такое сила этого мира, говорит, просто прыгни в воду. Там такие уже голодные акулы, знаете, там уже много нарезано было этого, знаете, этого, живца. И там много чего происходило. Он говорит, а теперь проверишь. Конечно, ну как, конечно, я не прыгну в эту воду. Я понимаю, что там я не хозяин. Ты понимаете, о чем я говорю? Там, в океане, в море я не хозяин. Если я туда прыгну, там, Бог мой, я просто кусок мяса, который просто привлекает к себе внимание. Даже маленькая метровая акула просто закусает меня с двух сторон, с разных сторон, и просто меня загрызет, и все. Даже маленькая акула. Я не говорю там вот эти четырехметровые, да, пятиметровые плавы. И Бог мне говорит, ты должен выучить один урок навсегда. Никогда не воевать на территории чужого государства. Говорит, если хочешь победить дьявола, ты всегда выводишь его на твою территорию. Ты всегда воюешь с ним из славы Бога. Вы заметили, когда дьявол нас атакует? Когда мы в охладевшем состоянии, в оступничестве и в грехах. Он никогда не подойдет тебе, когда ты в славе и в силе. И ключ – жить всегда на территории атмосферы Бога. Не выходить из нее. Семья, я вам серьезно. Как побеждать? Быть с ним. А когда ты любишь его, тебе не тяжело быть с тем, кого ты любишь. А если ты не хочешь быть с ним, задай себе вопрос. Любишь ли ты Бога вообще? Потому что того, кого люблю, я с ним хочу проводить время. О, интересно. Итак, это битва семья, битва семени света, битва семени тьмы. Это то, что Бог говорил Еве и змею, что положу вражду. И вот эта вражда, она всегда будет. Это две территории, две разных измерения, два посольства. И Бог не хочет, в основном, христианство, что хочет сделать? Оно хочет выживать потихонечку на территории сатаны. А Бог говорит, перестаньте глупостями заниматься. Шагни в мою сферу, шагни на мою территорию, мою территорию, мое посольство. Я дам тебе силу, я дам тебе славу, я дам тебе огонь. Ты будешь репрезентировать царство, ты будешь в силе, в огне. Ты будешь опасным для дьявола. Два измерения сушей вода. Мы не способны победить даже маленькую какую-то акулу там в их измерении. Но, дорогой мой, ты запросто победишь акулу. Ты пятиметровую вытащишь, ты с ней драться не будешь. Ты просто подождешь один час, и она сдохнет. Она просто, знаете, почему она сдохнет? Потому что она не на своей территории. Семья, вы должны понять, что я понял, вот ключ в войне с сатаной. Я просто перетягиваю эту тварь на территорию царства. А там он абсолютно парализован и бездейственен. Вы знаете, почему некоторые говорят, почему ехать на какой-то кем-то? А потому что мы сейчас всех из воды достали, алё. И ты сейчас лежишь, ничего, сейчас попустят, реально. Сейчас попустят. Слава Богу, да? Аллилуйя. Вы заметили, что все, что создано Богом, в своем элементе победитель. В воде, если это там свои победители, в воздухе там свои победители, на суше там свои победители. А Бог дал тебе быть победителем в духовном мире. Он дал тебе доминировать. И смотри, как только Он тебя создал, первое твое имя, да владычествуй. Можете себе представить? Наша функция владычества. Да, Он над нами, а мы над всем остальным. Вот это то, куда Он нас хочет вернуть. Владычествовать над Люцифером, владычествовать над Его Царством, владычествовать над всем. Владычествовать, это наша функция, семья. Не выживать. Я отрекаюсь выживать. Я с моего дня рождения свыше, я больше не выживаю. Сатана выживает. Сатана от меня бежит, он меня боится, он от меня прячется. Семья, я не шучу. С этого дня я не выживаю никогда, нигде вообще. Я никого не боюсь, наоборот, меня боятся. Братья и сестры, к сожалению. Потому что кто-то послушал меня. Не слушайте его, почему? Потому что подсядете. Послушал, подсел. И тот, который написал это, подсел потом. А ему говорят, а ты вообще слушал? Не хочу я слушать. Послушал. Потом пишут мне, Андрей, прости меня, прости, я не знал, прости. Я говорю, да что, все нормально, слушай. Приятного аппетита. Причина, почему мы всегда проигрываем, потому что мы находимся вне своему измерения, не в своем элементе. Входи в славу Бога каждый день. Это твой элемент. Иисус говорил, когда с сатаной говорил, он говорит, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, откровением, мудростью Бога. О, каждое утро я кушаю моего папу, я кушаю его слово, я кушаю атмосферу. Семья, я честно говорю, у меня один раз, мне так достало выживать. Если кого-то достало выживать, вы понимаете, о чем я говорю? Ну почему я должен выживать? Ибо, говорит, потому что ты игнорируешь мои правила и мой закон моего царства. Говорит, вот это должно стать центром твоей вселенной. Атмосфера моей славы, кровь моему сына должна стать центром твоей вселенной. Никаких шуток. Если сатанисты полностью посвящены своему демону, а христиане просто, ну как в христианский футбол играть? Нет, сегодня сыграли, завтра нет, а потом уже и в церковь не пойдем. Ты думаешь, такое христианство может победить посвященный демонический мир? Сомневаемся. Богу нужны посвященные семьи. И кого-то из вас он призовет. Я знаю, что не всех, но кого-то из вас Бог призовет в полное посвящение Иисусу Христу. О, как мне нравится моя жизнь, как мне нравится наша жизнь, семья. Все, созданное Богом, живет и наслаждается, умножается и побеждает в своем элементе. Оно не мучается. Почему мучаемся? А единственный секрет, мы не там, где мы должны быть, и мы не то, кто мы должны быть. Секрет в том, что Иисус не пришел занять место князя этого мира и сделать нас победителем в этом мире. Он пришел отсоединить нас и вывести тебя из этого, перевести в свое измерение, где ты уже победитель. Притча о блудном сыне. Все ее знают с детства. Два царства. Там он никто, здесь он принц. Там выживает, там не успел дойти. Уже перстень, обувь, одежда и благословение отца. Он еще не дошел. Там уже заколанный теленок и праздник. Дорогие мои, поймите, что в одном царстве ты автоматический сын, принц и благословение. В другом царстве ты никогда ничего не достигнешь и всегда будешь видеть свинячее рыло. Серьезно. Ничего там, ничего. Вся твоя жизнь закончится просто с мордой свиньи. Я не собираюсь так жить. И тут он вспомнил. У моего отца даже рабы изобилие хлеба, даже у рабов. И написано, он пришел в себя. Это значит, он вышел из себя. Понимаете? Хорошее откровение. И пришел в себя. В что? В сыновство. Вспомнил про папу и сказал, а, лесом, пойду. Не дошел. На него весь статус вернулся. И не только статус вернулся, его статус по возвращению увеличился. Потому что до ухода перстня не было. А после, когда он вернулся, перстень, а вы знаете, что перстень это фамильная вещь, которая дается только тому, кто будет управлять домом. Итак, уникальная вещь. Тот никогда не уходил, ему принадлежит наследие. А тот, кто пришел и ушел, ему принадлежит все. Власть. Кстати, это отдельная тема, ребята, мы когда-нибудь ее коснемся. Я заканчиваю. Итак, я хочу, чтобы сейчас пару ребят вынести крест, пожалуйста. Давайте. Я хочу вам визуально, те, кто не видел, те, кто видел, я знаю, но те, кто не видел, ребят, я хочу вам визуально показать то, что Иисус мне показал. То, что Иисус мне показал. Так, чуть-чуть немножко. Центральное, да? И чуть-чуть, где-то полметра туда. Кто во мне перфекционист, будет плакать. Хорошо. Да, ты встань сзади, возьми крест. Хорошо, я хочу вам объяснить то, что было украдено сатаной, раз и навсегда. Понятно, наглядно, то, что мне Иисус показал. Мы все знаем вот эту часть креста. Все ее знаем. Дьявол ее не прячет. Все знают, что Иисус умер за нас, пролил свою кровь. К нему, когда ты придешь, он тебя простит. Сто процентов. Но украденная часть семья заключается не в том, и вы заметили, что дьявол даже не прячет это. Да, везде, у всех крестики, Библия, он никогда с этим не воюет. Он украл вторую часть истины. Другими словами, знаете ли вы вот это откровение? Иисус не просто пошел вместо тебя. Написано, он стал тобою. Кто-то понимает? Он стал тобою, чтобы взять. Другими словами, слушай сюда, ты на кресте в образе Христа уже был. Другими словами, небо расценивает тебя как полностью уплатившего цену, если ты приходишь ко Христу. Но как это все работает? Оно работает только в одном случае, потому что только при том, если ты просто приходишь и получаешь прощение, ты получаешь прощение, но трансформацию ты получаешь совершенно в другом случае. Итак, Христос стал тобой, и теперь давайте повернемся, чтобы ты стал Христом. Заслышите меня? Слушайте сюда, очень внимательно. А теперь он стал тобой только по одной причине. Помните, что Иисус сказал? Семя, если не умрет, не даст плода. Это значит, что умирая, Христос хочет родить Христов, помазанных себе, несущих его славу. Другими словами, вот что боится Сатана. Сатана не боится эту часть, потому что эта часть всего лишь за прощение. Вот эта часть отвечает за полное сораспятие. Слышали такой термин? Сораспятие. Вот это сораспятие Христу. Он стал мной, чтобы я стал им. Он полноправный, ты полноправный, он. Вся власть, вся сила. Бесы боятся тебя, потому что они тебя не видят. Бог на кресте заменил тебя на себя. И себя на тебя. И поэтому вы должны видеть, что когда Отец Небесный видит тебя, Он видит тебя именно вот так. Но ты имеешь силу и власть только, когда ты не сходишь с этого места. Кто-то понимает силу Христа? Когда я прихожу и ухожу, Он, будучи вереден, праведен, прощает меня. Но когда я сораспинаюсь Ему, теперь вся власть, наследие принадлежит сыновьям. Вот это сыновство семья. Вот это церковь и вот это невеста. Вот кто будет разделять престол Христа с Иисусом Христом. Воздайте Ему славу. Хорошо, ребят, поверните крест. Спасибо. Хорошо, ребят, теперь давайте мы встанем и помолимся. Сейчас не выходите, очень важно, вы должны услышать это. Я прошу вас, я предостерегаю не выходить сюда тем, кто не желает посвятиться. Ребят, это очень серьезно. Потому что, если ты выйдешь сюда, весь духовный мир сейчас распознает тебя, что ты принадлежишь Богу. Если ты еще заигрываешь, если ты еще не нагрешился или не готов посвятиться, на этом месте тебя никто не осудит. Но я хочу, чтобы сюда вышли только те, кто реально хочет получить статус сыновства и ходить в силе и славе Иисуса Христа. Люди, которые устали выживать. Семья, именно это место. И здесь, да, ты попросишь у Иисуса прощения, но здесь ты сейчас посвятишь Ему свою жизнь своими устами. Тебя никто не будет тянуть, никто не будет привлекать. И если ты готов, я жду тебя здесь. Я жду тебя здесь. Иисус, коснись каждого сына твоего. Иисус, я прошу тебя, коснись каждого сына твоего. Я прошу тебя, дорогой, прямо сейчас пусть твоя слава коснется твоих сыновей. И от этого дня и до конца их жизни они будут абсолютная и тотальная принадлежность Иисуса Христа. С этого дня и до конца их жизни Отец, мы отдаем тебе и посвящаем тебе нашу жизнь. Мы не говорим о покаянии, мы говорим о полном завете крови с тобой. Мы благодарим тебя и от этого дня мы твоя собственность и принадлежность. Делай с нами, меняй нас, пользуйся, употребляй нас, делай с нами, что ты хочешь, Иисус. Мы от этого дня и до конца нашей жизни мы принадлежим только тебе, Иисус. Только тебе, Иисус. Только тебе, Иисус. О, я прошу тебя, Иисус, спасибо тебе, родной. Просто говори Ему, поговори с Ним сейчас. Поговори с Ним сейчас. Просто скажи Ему из своего сердца, из глубины своего сердца. Скажи Ему. Просто поговори с Ним, поговори с Ним. Иисус, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе.